На грибок и высокую влажность жалуются жильцы двух многоквартирных домов поселка Переясловка-2 в районе имени Лозо. По словам местных жителей, проблемы начались уже через полгода после заселения в новостройке. Дома построили в 2018 году для детей-сирот. Репортаж Дарья Небора. Тоже вот сделали нам порог. Он весь потек на окнах, постоянно вода здесь собирается. Вот жена каждое утро встает и вытирает по литру, по пол-литра вот такую баночку набирает воды. Каждый месяц Никита Шумейко обрабатывает стены кухни и ванной комнаты противогрибковыми средствами. Но избавиться от плесени навсегда не удается. Битва с грибком длится два года. Дети болеют, но куда переехать? Ну переехать так-то по факту нет. У нас аллергия, ну выступает постоянно вот у маленького ребенка. Квартиру Никита Шумейко за два года проверили специалисты Краевого госконтроля, Министерства ЖКХ и даже Следственного комитета. Одна из проверок установила, что влажность воздуха в комнатах, как в тропиках, выше 80%. Жилье Никита, как сирота, получил по договору социального найма. Через полгода семья должна приватизировать квартиру. Нам женщина коммунального хозяйства ответила, а менять вам квартиру или что-то с ней делать, мы не имеем права. Обращайтесь сейчас, пока идет срок найма, к застройщикам. Пусть они устраняют какие-то неполадки, которые у вас есть. С плесенью и грибком борются и соседи Никиты Шумейко. Несколько семей бросили жилье и переехали в Хабаровск. Снимают квартиры. Прокуратура приезжала, заставлялись тоже заявления, акты. Результаты мы с Никиткой вплоть до Хабаровска ездили. От министерства ЖКХ женщина убежала, даже разговаривать не стала. Мы обращались, только куда не обращались. По данным Краевого министерства ЖКХ, уже два года ни одна управляющая компания не берется за эти пятиэтажки. Жильцы не платят за обслуживание. Она была, ее назначали в рамках жилищного кодекса на один год. Она поработала и ушла. Потому что одна из причин в том, что не платят за жилищные коммунальные услуги. Два дома на улице Авиаторов в поселке Переясловка-2 у застройщиков принимала комиссия Краевого комитета госстройнадзора. Оперативно получить комментарий у специалистов ведомства не удалось. Представитель застройщика в разговоре по телефону заверил, что строил жилье на совесть. Что касается самих домов, это стандартный обычный панельный дом. Разведен на заводе дельспецстроя бывшего. А все одни и те же панели, что и на любом другом доме. Следственный комитет подозревает другое. Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизнью и здоровью потребителей». Сейчас проводятся сразу три экспертизы. Строительно-техническая, биологическая и судебная. Дарья Небора, Павел Легалин, телеканал «Губерния».